В течение своей жизни человек ест примерно 100 тысяч раз и при этом затрачивает на процесс приема пищи около 15 лет. Но вот стоит ли удивляться, что от того, что и как мы едим, зависит функционирование всех систем организма? Диетологи уверяют, что секрет долголетия именно в правильном рациональном питании. Так ли это? Об этом в ближайшие полчаса. Субтитры создавал DimaTorzok Это программа «Звоните доктору» сегодня к нам в студию. Наконец-то пришел диетолог, причем целый профессор. Это Ольга Сазонова, главный университетный специалист, диетолог Минздрава Самарской области, директор Института профилактической медицины, сам ГМО. Здравствуйте. Здравствуйте. Преддверие Нового года, наверное, самое время поговорить о чем-то эдаком. Что кушаете, чего остерегаться. Мы приглашаем вас присоединяться к нашему разговору. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22 будет на экране. Ну и, собственно, вы, наверное, этот номер же хорошо знаете. Ольга Викторовна, а кому вообще нужен диетолог? Какие проблемы он решает? Ну, мне кажется, диетолог вообще нужен всем. Конечно же, своя профессия самая востребованная и самая важная. Потому что диетолог может помочь и подсказать, как правильно составить сбалансированный, правильный здоровый рацион. В принципе, он необходим любому человеку, то есть для всей семьи, не только при каких-либо заболеваниях. Ну, знаете, мы же про диетолога вспоминаем, когда совсем уж не можем похудеть. И когда мы говорим о правильном здоровом питании, в первую очередь, опять-таки мы думаем про похудеть. А ведь на самом деле же это не так. Конечно, есть еще кто хочет и поправится. И это тоже наш вопрос. Кстати, эта проблема, она зачастую сложнее, нежели снизить вес. Но, тем не менее, вот всегда даже диетологи немножечко обижаются, говорят о том, что вообще правильное питание – это про здоровье, а не про похудеть или поправиться. Да-да-да. Да. Профилактика любых хронических заболеваний. Потому что мы знаем о том, что, в принципе, неправильное несбалансированное питание – это риск развития алиментарно-зависимых заболеваний. То есть те, которые как раз зависят от алиментарно-зависимых, то есть от питания. И их, в принципе, более 80%. Ну, мы же все, как вы понимаете, мы же все знаем, как правильно питаться. У нас у каждого есть свои рецепты и секреты. А как диетологи сегодня отвечают на вопрос, что такое здоровое питание? Здоровое питание, прежде всего, это сбалансированное, это рациональное питание. Потому что, говоря там о каких-то диетах, если, да, которые сейчас очень много в средствах массовой информации, которым я все время говорю, пожалуйста, не следуйте им, потому что даже если вы посчитали, что это правильно, лучше пройти там обследование, исследование для того, чтобы следовать каким-то протоколам. И опять же, это все равно необходимо делать обязательно под наблюдением врача. А здесь у нас есть два закона рационального питания официальных. Так, я уже записываю. Да-да-да. И здесь, получается, это один закон, это соответствие энергетической ценности вашего рациона и сколько вы тратите энергии. То есть чем больше походили, больше потратили энергии, можно и поесть. Можете себе позволить, да. И второе, это то, что еда должна быть, рацион должен быть разнообразный, потому что, например, у нас есть нормы, есть там 1800-2200 килокалорий в сутки, ну, в зависимости от пола, возраста, физической активности. И здесь можно же подойти по-разному. То есть мы можем съесть там три шоколадки и весь рацион закроем по калорийности, да. Но там не будет нам хватать белков необходимых, жиров. Жиров там более чем достаточно с углеводами, да. Но витаминов и микроэлементов будет недостаточно. И поэтому нужно... У нас есть Всемирная организация здравоохранения изобрела, придумала и когда-то утвердила пирамиду питания, которая состоит из шести групп продуктов. Вот эти все шесть групп продуктов должны быть в идеале в нашем рационе. Но опять же, чтобы он был разнообразный. Но, конечно же, надо думать и не забывать про количество тех порций, которые должны быть в ежедневном рационе. А вот очень интересно, шесть групп, то есть шесть ярусов в этой пирамиде. А вот мне интересно нижний и верхний. Но нижний вообще-то это вот хлеб, хлебобулочные изделия. То есть его больше всего нужно есть? То есть картофель, корнеплоды. Ну, оно-то не то чтобы больше, но там больше порций. Но надо смотреть на размер этих порций. А самый верхний – это как раз вот жиры, сахар, алкоголь. Ну, их все-таки… Самая пирамида там, где должно быть меньше. То есть их все-таки надо, раз они в пирамиде. Ну, знаете, как… вот причем в разных странах по-разному. То есть у кого-то есть норма, а в каких-то странах нормируются эти показатели, а в каких-то нет. То есть их нежелательно. Но там где-то оставляют верхушку. Да, да. Интересно. А вот действительно ли, если скорректировать свой рацион питания очень четко, строго в соответствии с рекомендациями доктора, то можно и уменьшить проявление каких-то хронических заболеваний? Конечно. Ну, если уже есть какие-либо хронические заболевания, то в любом случае человек придерживается какого-то питания. Конечно, если обострение, мы говорим об обострении, то там прям строгая диета, которая прописана, это лечебно-диетическая диета. А если когда уже вне обострения, то, ну, уже каждый человек знает, да, что если там он где-то… Причем он может, например, какой-то небольшой кусочек чего-то запрещенного, так скажем, съесть, и будет все хорошо. Но если будет перебор по количеству и объему, то может спровоцировать обострение его уже имеющегося хронического заболевания. Также, питаясь сбалансированно и рационально, то есть мы можем не привести организм… То есть с детства, да, то есть если привычки будут заложены с детства, то это может, наоборот, как-то не привести к каким-либо заболеваниям. Потому что мы сейчас говорим, что у нас у молодежи, вот на студенты приходят, и я уже, когда говорю, это уже третий курс у нас, и я все время говорю, ну, у вас уже у каждого, скорее всего, есть гастрит. Конечно. И он подтверждает, ну, то есть кто-то махает, кивает, то есть, значит, кто-то уже знает, что он есть. То есть уже были какие-то проявления, потому что иногда же он скрытый, латентный, ну, и иногда с проявлениями негативными. Огорчает ли вас повальное увлечение молодых родителей, которые разрешают своим детям, может быть, поощряют вот все это вредное, наши чипсы, газировки и прочее, прочее? Или вот не так уж это страшно, как об этом говорят? Ну, мы все люди, и у всех свои есть слабости. Конечно же, прививать хорошо, чтобы меньше сладких газированных напитков, но мы понимаем, что та массивная реклама, которая сейчас идет отовсюду, да, то есть из телевизора, из радио, и вот везде это все, в магазинах, это очень сложно. То есть это либо собственным примером, либо, опять же, давать, знаете, как вот я, когда про детей спрашивают, как приучать, ну, может быть, и опять не очень хорошо давать, как поощрение, да, то есть тогда ребенок начнет что-то за каждой просить, вот, тут надо очень индивидуально, конечно, подходить. Я, конечно, против, потому что, ну, вот у меня ребенок дома не пьет, например, вот, то есть у нас нет сладких напитков, но в то же время, когда она куда-то идет, я не знаю, но ее подруге рассказывает, что не пьет, говорит, она говорит, я нет, я не могу, не хочу, мы, говорит, не расскажем маме, она говорит, ну, все равно нет. То есть уже какая-то, наверное, складывается все равно привычка постепенно, как, говорит, вода камень точит. Хорошо, когда мама все знает, как правильно. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Ольга Сазонова, главный мне штатный специалист, диетолог Минздрава Самарской области, директор Института профилактической медицины САМГМУ, доктор медицинских наук, профессор, и мы сегодня говорим о правильном и здоровом питании, говорим в прямом эфире. Телефон в нашей студии 202-11-22, можно позвонить, что-то уточнить. Вот вы уже начали разговор про диеты. Вообще диеты, я не знаю, как для мужчин, ну, кстати говоря, и для мужчин тоже, да. А вот женщины прямо очень любят, ну, сложно же нам всем входить в какую-то систему, а тут праздник скоро, например, можно раз сесть на диету, и прекрасно ты уже выглядишь совсем по-другому. Так вот, сейчас очень модные такие слова есть, например, кето. Я до сих пор, к сожалению, не знаю до конца, что это такое, но тем не менее, вот сырые идеи, неинтервальное голодание, ну, много всего, собственно, открыть интернет, и все это написано. Так вот, вообще, как это выбрать для себя, и насколько это может быть опасным? Такие диеты, ну, на самом деле, вы правильно сказали, что их масса, и запомнить иногда не представляется возможным. И, знаете, я вот заметила, что каждый год у нас, ну, может быть, не каждый год, но какой-то период у нас объявляют какую-то именно диету чудодейственную. Вот сегодня работает именно это. У нее была кремлевская. Да, потом работает другая. Они немножко все похожи. Они все равно, это снижение калорийности, это употребление, убираем либо жиры, либо углеводы, больше на белок акцент делаем. То есть принципы плюс-минус, они одинаковые. И как раз вот они немножко есть там и перекосы, в том плане, что она несбалансированная. Вот этот рацион получается несбалансированный. И, конечно, если, во-первых, долго следовать этим диетам, то есть они же есть какие-то, может, краткосрочные, все-таки нужно под наблюдением врача, то есть не самой себе, не самому себе назначать все это, потому что здесь нужно смотреть анализы, анализы крови, какие-то исследования, не обследование проводить. Потому что при определенных, мы же не знаем, может быть, какие-то вопросы к почкам есть у человека. А он сядет сейчас на кремлевскую диету, где большое количество белка, и через две недели неизвестно, что будет, да? То есть даже того заболевания, может быть, которое, может, начиналось или хотело начаться, оно проявится, а если... Ну, то есть это очень опасно. Есть вещи, на которые надо обратить внимание. Поэтому я, конечно, призываю всех все-таки идти к врачу. Ну, вообще, иногда даже и с каким-то заболеванием-то лишний раз не пойдешь. Очередь, ну, все. А вот представить, что пойти в поликлинику к врачу-диетологу, которого и всего, скорее-то, в поликлинике еще и нет, ну, к сожалению, у нас как-то вот эта культура, наверное, еще не внедрилась в наше сознание. Ну, возможно, да, но хотя внедряется, я могу сказать точно. То есть большая популярность уже есть все-таки все здоровый образ жизни, а в здоровый образ жизни как раз-таки входит питание. И сейчас, конечно, на это смотрят. Но тоже хочу отметить и сказать нашим слушателям, конечно, ну, мне очень жалко, когда приходят по нужде, потому что там либо жить, либо, возможно, завтра непросто. Ну, там такие серьезные проблемы, например, могут быть сердечно-сосудистые заболевания, да, то есть они тоже, это лишний вес. То есть мы же, понимаете, как мы сейчас говорим о лишнем весе. Кто-то для себя считает, что лишних там 10-20 килограмм, и там, ну, на самом деле, ну, ничего такого. Это просто там. А когда ты видишь людей 167, 147, бывают там и так далее, килограммы, да, то есть мы понимаем, что здесь уже и суставы страдают, здесь и сердечно-сосудистая система страдает. И это уже люди, им надо снижать вес именно для того, чтобы жить. Это очень серьезно. Мне хотелось бы, чтобы вот до таких весов не доходило. Ну, исходя из вышесказанного, похудеть без вреда, это голод и невкусная еда. Я бы не сказала. Я переспрошу вас еще раз после того, как мы послушаем звонок зрителя. Алло, здравствуйте. Милый доктор, ведущая. Мы вас слушаем. Вот сейчас у нас же передача для инфинолога доктора, да? Раньше на Руси говорили, ешь, пока рот свежь. Я всю жизнь выросла на чае и на пирожках, потому что денег, к слову, не было. И сейчас убираю в таком же состоянии. Но я жила за 75 лет и выгружу не дурно. И вес, наверное, у вас хороший, да? Вес у меня как у ведущей. Прекрасно. Ну вот. Вы знаете, как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Вера Ивановна. Вера Ивановна, мы вами восхищаем. 75. Еще очень нравится, когда я говорю, что я 75. Они мне будут нужен. Вера Ивановна, спасибо вам. Мы вами восхищаемся. Но мы сейчас обсудим, в чем тут мог быть секрет. Спасибо за звонок. Да, Вера Ивановна, спасибо за звонок. Но генетику тоже никто не отменял. Мы говорим, есть генетика, есть эпигенетика. Причем вот как раз-таки иногда образом жизни мы можем влиять на генетику. Но здесь видно проявление прям во всей красе. А там еще, по-моему, и дух. Да, да, и дух. Бодрый очень. Но здесь еще вопрос. Тоже надо никогда не забывать не только о питании, да, но и о физической активности. Поэтому мы, к сожалению, не успели узнать, насколько физически активен наш звонящий. Ну, так создается ощущение, что да, Вера Ивановна, молодец. А мы вернемся к тому, что вы со мной не согласны по поводу голода и невкусной еды, безопасное похудение. Ну, потому что, почему? Голод однозначно нет. То есть мы обязательно говорим о трехразовом, как минимум, о трехразовом питании. Вкусно можно приготовить. Рецептов сейчас тоже очень много. Но здесь вопрос, конечно, к чему, может быть, человек привык. Конечно, если употреблять все время продукты промышленного изготовления или ходить в какие-то заведения, ну, не хочется иногда самим готовить, то там достаточно большое количество соли и сахара добавляется. И поэтому вкус определенный. Человек может привыкать. И, конечно, когда мы начинаем говорить, что снизьте количество сахара, снизьте количество соли, а другое, например, не жарьте на сале. Ну, тут есть же кто-то. Да, то есть другие способы обработки. И здесь вопрос встает, конечно, первое время идет перестройка организма. Иногда вкусовых рецепторов, конечно, если привыкает человек есть. Но со временем, причем это время очень быстро проходит, буквально 3-4 дня. Ну, сколько вот мы уже практика показывает. То есть я могу даже сказать, что, в принципе, возникают даже ломки, так скажем. Конечно, и головные боли. И там негативное настроение. То есть я говорю, продержитесь 3-4 дня. Я говорю, все будет потом хорошо. Давайте мы с вами прервемся на минутку, узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. После этого продолжим разговор в студии. Онкохирурги Тольятти прооперировали пациентку с опухолью брюшной полости весом 24 килограмма. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи поэтапно отделили опухоль и восстановили функционирование органов. Пациентка выписана домой. В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей в возрасте 7-14 лет. На прошлой неделе больше 20 тысяч человек подхватили вирусные инфекции, а эпид-порог перевалил за 64,5%. Преобладают грипп А, парагрипп, аденовирус, риновирус, коронавирус типа омикрон. В больницу номер 4 поступила система УЗИ высокого класса. Она оснащена высокоточными датчиками и современным программным обеспечением. Визуализация стала более четкой. Улучшилась детализация мелких очагов новообразований. Ежедневно диагностику проходят до 40 пациентов. Минздрав России зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт. Препарат, который включает клетки хряща человека, предназначен для лечения коленного сустава. Биомедицинские клеточные продукты широко применяются в регенеративной медицине. Новый рентгенодиагностический комплекс доставлен в детскую клиническую больницу имени Ивановой. Аппарат обеспечивает точность постановки диагноза, высокое качество и информативность исследований. В настоящее время в больнице завершается возведение модульного здания консультативно-диагностического центра. Мы возвращаемся в студию и с главным нештатным специалистом-диетологом Минздрава Самарской области Ольгой Сазоновой продолжаем разговор о том, как нам правильно и рационально питаться. И мне кажется, наверное, надо нам все-таки успеть поговорить еще вот о чем. Зима у нас случилась, зимний рацион и летний рацион. Это все-таки разные вещи? Да, желательно. Ну, они отличаются друг от друга. Все-таки погода совершенно разная, да, то есть у нас от минус 20 до плюс 30. Да. И, конечно же, летом не хочется, к счастью, есть совсем. Не всегда. Мне когда тоже кто-то говорит, говорит, летом не хочется. Я говорю, не знаю, не всегда хочется. Но здесь, конечно, отличается, потому что мы очень много тратим энергии на то, чтобы согреться. Поэтому еда должна быть теплая, должна быть питательная, наваристая, густая. То есть если говорить про супы, то здесь вот прям самое время вот эти крем-суп какой-то употреблять, ну, в зависимости от конфигурации, которая там нравится. Обязательно мясо, ну, любой белок, то есть, конечно, лучше там может быть, ну, кому какой нравится. То есть мясо должно приветствоваться. И, может, на что обратить внимание, что убрать, это ограничить сыроедение. Потому что сейчас тоже много там вот овощей, фрукты сырые. То есть если и хочется овощей и даже фрукты, то лучше запекать. Потому что они более те, там, например, фрукты можно запекать, делать пюре из них, или там печеные яблоки с каким-то изюмом. То есть все вот такое должно быть теплое. И как раз-таки очень вкусное. Да, конечно. Да, и без сахара. Вы знаете, сейчас идет еще и пост рождественский. И у нас, в общем-то, ведь немало постящихся. Поэтому по поводу белка вот что посоветуете? Ну, сейчас, к счастью, в этот пост можно рыбу, а вообще, в принципе. Ну, вместо белка, конечно, обращать надо внимание, это бобовые у нас есть, соевые продукты. Надо единственное помнить всегда, то есть, ну, орехи, семена, крупы. У нас гречневая крупа содержит очень достаточно хорошее количество и белка, и микроэлементов, витаминов. То есть сейчас есть чем заменить белок. Единственное, конечно, я всегда, когда говорят о соблюдении таких ограничений, все-таки нужно тоже прислушиваться к своему здоровью и к наличию каких-либо хронических заболеваний. Потому что не всегда и всем подходят такие ограничения, когда уже какие-то есть дефициты, и человек себя еще ограничивает. А мы же зачастую, думая о том, что там убираем мясо, молоко, ну, все продукты животного происхождения, иногда забывают о том, что вот есть бобовые, есть соевые продукты. Все переходят там овощи, салатики, какие-то кашки и забывают о белке. Вот здесь просто надо обратить внимание более тщательно. Ну, а что Вы скажете по поводу того, что вот и в том числе и постящиеся, и особенно, наверное, спортсмены восполняют все это большим количеством искусственных каких-то протеинов? Постящиеся не знаю. Мне кажется, там спортсмены, наверное, в большей степени. Да, но здесь, опять же, надо понимать их траты. То есть здесь при определенном виде спорта, при определенных целях, задачах это показано. Но здесь тоже, опять же, я думаю, что они все это делают под контролем тренера, под контролем спортивного врача, и это все должно, потому что это тоже должно высчитываться, просчитываться, чтобы не было тоже перебора белка. И опять же, под наблюдением анализов. Но у спортсменов все это очень серьезно и жестко. А перебор белка, он чем чреват? Нагрузка на почки. Нагрузка на почки, он не весь может усваиваться, поэтому там много вопросов может быть. Есть норма, в принципе, до 2 грамм белка, но это когда очень серьезные физические нагрузки, до 2 грамм белка на килограмм массы тела. Вот вы не рекомендуете сейчас увлекаться сырыми овощами, фруктами, да и, в принципе, витаминов в них уже сейчас не так много, как летом. И вкусно тот. Да, а как тогда вот этот недостаток витаминов и минералов восполнять зимой? Ну, восполнять лучше всего... Ну, конечно, все равно я начинаю с сбалансированного рациона, да, то есть все-таки надо смотреть, просматривать, высчитывать, если есть такая возможность, не ограничивать себя в каких-то моментах. Если есть дефициты, а они все-таки есть, потому что мы все... Уже и продукты содержат другое количество, нежели... Сейчас уже есть вопрос о том, что пересматривают наши нормы, справочники по нормам витаминов, микроэлементов в продуктах питания, потому что, ну, земля истощается, то есть время проходит, и сейчас вот идет пересмотр, потому что уже каких-то витаминов, микроэлементов меньше в продуктах питания, чем раньше. И здесь на помощь нам единственное, конечно, придут какие-то витамины, биологически активные добавки, либо продукты, которые есть у нас продукты, специализированные продукты, в которые добавляют специально, то есть повышая уровень, ну, там, йода, кальция, ну, основных микроэлементов, основных витаминов, которые необходимы нашему организму, которые также приводят в основном к заболеваниям хроническим. Ну, вот мы с вами перед эфиром говорили о том, что все-таки повальное увлечение витаминами извне тоже не очень хорошая история. Здесь, да, здесь есть как бы чаша, ну, как весы, да, надо смотреть, потому что если пить, опять же, сам себе назначил, сам пью. Во-первых, вы не знаете дозировку, то есть надо смотреть дозировку обязательно, там есть определенные нюансы. Нужно понять, а есть ли вообще у вас этот дефицит, да, то есть надо ли вам, потому что у меня был пациент, который в течение года употреблял витамин D, например, в очень большом, в большой дозировке. Просто никто не сказал, что в такой дозировке надо употреблять только два месяца, а потом переходить на профилактическую дозу. И человек пил, ну, слава богу, пошла, сдала, и вот прям, ну, такое я видела тоже впервые, это верхняя граница нормы, в районе там около ста в крови, витамин D, то есть, ну, это прям показатель хороший. Но, понимаете, чуть дальше было бы уже его излишек, а лишнее количество витаминов в нашем организме, оно иногда даже хуже и вредит больше, чем дефициты. Поэтому здесь все тоже надо очень под контролем врача. А мы очень часто читаем, что, например, там капуста богата тем-то, тем-то, орехи богаты тем-то, тем-то. А в принципе нельзя получить из обычной пищи достаточного количества в организме витаминов, да? Нельзя. Здесь я не могу порадовать ничем, потому что мы тоже как-то сидели, считали, прям специально взяли рацион, как, чтобы, то есть, белком мы можем, продуктами, жиры, углеводы, ну, углеводы, понятно, они всегда догоняются, а вот с витаминными микроэлементами тут сложности есть. Потому что, понимаете, когда, если мы тоже любой справочник откроем, норма указана на 100 грамм продуктов. И мы, съев горсть, понимаем, что это же не 100 грамм, да? То есть, там, или говорят, кальция очень много в кунжуте. Но сколько этого кунжута надо съесть для того, чтобы восполнить норму кальция? Да, если даже съешь столько, то там какие-нибудь другие побочные. Не факт, что он усвоится, да. Ну, да. Скоро Новый год, и действительно, вы правильно сказали, что сегодня очень многие думают о том, что они едят, какие продукты, какие блюда. И при этом даже такие люди, ну, традиция уже, ну, куда деваться, все равно сейчас думаем, вот оливье нужно непременно, селедку под шубой. Что все-таки посоветуете к празднику, чтобы уж и совсем, ну, не хотелось бы отказываться от традиций и в то же время? Я начну, наверное, как бы с режима. То есть, в любом случае, не надо голодать. То есть, у нас очень часто 31 декабря кофе попили, какой-нибудь кусочек сыра или еще что-то съели, и все. И следующий прием пищи ночью в 12 под бой курантов. Вот, пожалуйста, не надо этого делать, потому что тогда вы, во-первых, накинетесь на еду, а ферментная система нашего организма, она просто не успеет подготовиться к тому, что ее сейчас очень много попало в нее пищи, разнообразной причем, потому что мы же понимаем, что каждый день мы не едим селедку под шубой, оливье. Вот это все равно, это все-таки смесь разнообразных продуктов. Все это сдобрено майонезом, и наш организм иногда не привык уже, он там, может, какой-то фермент уже забыл вырабатывать под то, чтобы... Поэтому пожалейте, пожалуйста, твой организм, не голодайте перед тем, как. Конечно, есть масса различных рецептов, которые говорят о том, что можно что-то заменить. Но, как вы сказали, уже правильно, традиции есть традиции. И никакой свежий огурец не заменит соленого по вкусу в оливье. Поэтому я бы тут сказала, может быть, не надо портить традиции, а лучше посмотрите за количеством съеденного, за качеством. Если майонез, например, то сделайте сами. Там все хорошо, не покупайте в магазине, сделайте его сами. Количество, не тазик, а ложечку. Ну и, конечно же, запаситесь какими-то ферментами. Для того, чтобы помочь своему организму. И ферменты принять нужно будет перед новогодней... Ну, прям в момент, да, с первым приемом ложки. Новогодней ночи. Ну, осталось у нас прям буквально 40 секунд до окончания. Алкоголь все-таки нам добавит калорий? Алкоголь не добавляет калорий, а он добавляет аппетита. И вот в этом вся проблема. Да, поэтому вот тоже надо учесть, нам это будет. Ну, в любом случае, все понятно, как нужно делать правильно для того, чтобы быть красивыми и бодрыми. Вот, кстати, наша зрительница и без этого молодец. Молодец. Спасибо вам большое за этот разговор. Вам прекрасных праздников. А наших зрителей мы увидим ровно через неделю. Благодарю за то, что были с нами эти полчаса. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова